В следующем году исполнится 10 лет Одесской женской общественной организации «Пересыпчанка», которая занимается социальными проблемами жителей микрорайона, активно помогает детям, многодетным семьям, ветеранам. Каждый год в начале марта в день рождения организации женщины по традиции проводят отчетную конференцию. Но в нашем сюжете речь пойдет не только об этом, но и о том, что волнует неравнодушных женщин. Утренники и другие детские мероприятия, вручение стипендий, одаренным детям, летний лагерь «Луч надежды», праздники для пожилых, постоянная гуманитарная и юридическая поддержка нуждающихся, в том числе многодетных семей ветеранов, тесное сотрудничество с Центром детского творчества «Зарисвит», «Красным крестом», территориальным центром Суворовского района. Большую часть намеченного женщины выполнили, хотя 2012 год стал, пожалуй, одним из самых сложных в жизни общественной организации. Вот уже два года, как Управление внутренней политики, Одесского городского совета, как-то прекратило общение не только с нами, со всеми общественными организациями города. То есть они сами по себе, а мы сами по себе. Мы же выполняем эту работу не где-то там, а в своем городе. Мы им помогаем в работе, мы выполняем то, чего, может быть, не додают они. Побывав недавно на международной конференции по социальной политике в Германии, Надежда Абрамова убедилась, что их элементарные социальные гарантии – это для нас курортные условия. Я когда увидела ту инвалидную коляску, на которой эти инвалиды передвигаются, ну, это прямо космический корабль. Ему не надо не прикладывать никаких усилий. Люди живут достойно, чувствуют себя гражданами своего государства и не чувствуют никакой ущербности. Конечно, мы будем к этому стремиться, иначе все это, конечно, очень печально. А в Одессе вообще бедствие, с болью говорит Надежда Абрамова. Наш город превратился в рекламные щиты и торговые будки-наливайки, которые устанавливают уже прямо возле школ. Примеры. 17-я и 22-я школы. Между ними стоит будка-наливайка. Рядом большой плакат «С любовью к Одессе». Утром ведешь ребенка в школу, и эти синяки уже стоят, ждут открытия этой наливайки, и дети это все видят. Рядом две школы – художественная и музыкальная. Почему не видят наши городские власти вот такого перегиба? Как и кому продаются спиртные напитки, никто не контролирует. Они не только спиртные, они продают сигареты. И уже дошло до такого цинизма, что сигареты, если ребенок не может купить пачку сигарет, ему продают поштучно эти сигареты. Все эти вопросы женщины намерены поднимать на самом высоком уровне. Еще год-два, и начнется необратимый процесс, говорит Надежда Абрамова. Дети вырастут. А какими они могут стать, если растут в таких условиях? Мы, женщины, сильные, и мы должны отстаивать свою точку зрения. Мы не можем молчать, потому что молчать уже даже и некогда. Да, именно женщинам вновь и вновь приходится взваливать на свои плечи груз забот и пытаться повлиять на то, что происходит вокруг. Организация наша женская, проблемы наши женские. Как говорят, о коне все скачет и не скачет, а избы горят и горят. Поэтому наши женщины должны быть всегда на готове тушить эти избы и останавливать этих скачущих коней. Наверное, лучше и не скажешь. Елена Мазур, Руслан Акаев, телекомпания «Круг». Руслан Акаев, телекомпания «Круг».